Доброе утро, друзья! В ближайшие несколько минут расскажу вам о главных событиях, произошедших в регионах. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. В Могилёве началась битва чиновников за главенство в городе. Основные участники – начальник областного ГАИ Виктор Радченков и недавно назначенный руководитель горосполкома Александр Студнев. Как стало известно, журналистам нашей Нивы конфликт двух служителей режиму начался с попытки силовика встретиться с председателем исполкома без предварительной договоренности. Но Студнев отказался его принимать, заявив, что начальник областного ГАИ должен держать субординацию и записываться на прием в главе города заранее. По документам, естественно, работник УВД обл. исполкома никак не подчиняется Студневу. Видимо, поэтому уже на следующий день неподалеку от исполкома стоял экипаж ГАИ, который остановил машину мэра. После унизительной процедуры проверки документов Студневу выписали штраф за тонировку стекла и заставили ее отдирать прямо на месте, на глазах у горожан. И, судя по всему, эта битва титанов еще продолжится, так что можно закупаться попкорном и наблюдать. К слову, Студнев был переведен в Могилев из Бобруйска, жители которого так полюбили своего городского главу, что за время правления придумали тысячи мемов и язвительных шуток с его участием. Новогодние подарки российским военным от гомельских провалочных активистов уничтожены украинскими ракетами. Жительница областного центра Наталья Пишевич была инициатором сбора поздравлений для оккупантов. Именно в ее инстаграме появилась информация, что все подарки были переданы на базу россиян в Макеевке. Но в новогоднюю ночь по ПТУ номер 19, где располагались солдаты РФ, украинцы нанесли удар ракетной системой Хаймарс. В этот момент там находилась как минимум рота, но по некоторым свидетельствам были и приглашенные гости из других частей. Соответственно, по разным сведениям, вместе с подарками от гомельских активистов под завалами остались от 63 до 400 российских военных. Напомним, Наталья Пишевич стала активисткой движения «Патриоты Беларуси» в 2020 году. Она участвовала в автопробегах в поддержку Лукашенко, а после вторжения России в Украину занялась перевозкой гуманитарных грузов на оккупированные территории. Митрополит Вениамин наградил начальника исправительной колонии номер 14 поселка Новосады Борисовского района. По сообщению пресс-службы епархии, перед этим патриарш-экзарх всей Беларуси провел богослужение в храме на территории колонии. Он обратился к заключенным с проповедью и ответил на возникшие вопросы. Правда, что интересовало отбывающих наказаний и какие ответы на них они получали, пресс-службы почему-то умолчали. Но главной частью визита митрополита все же стало вручение архиерейских грамот Борисовской епархии начальнику ИК номер 14 полковнику Юрию Василевичу, а также командиру 740-го зенитного ракетного полка полковнику Андрею Сороки. Напомним, Мирян подобными грамотами поощряют заслуги в научной и административной деятельности, а также за восстановление храмов миссионерские, благотворительные, социальные и просветительские труды. Какими действиями заслужили награды вышеназванные силовики, осталось в секрете. Хотя, учитывая, что в упомянутой колонии содержат не менее шести политзаключенных, догадаться о заслугах Василевича и Сороки несложно. В Беларуси создан единый реестр пустующих домов, который будет аккумулировать всю информацию о заброшенных строениях в стране. Доступ к реестру открытый и бесплатный. Каждый желающий сможет не только найти и посмотреть характеристики того или иного дома, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние, узнать возраст. Его формирование осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами власти. В настоящее время в едином реестре уже внесена информация о более чем 1200 домах. И это не только строения, признанные пустующими или в отношении которых принято решение о продаже. Есть данные о тех домах, собственников которых теперь пытаются найти. Чиновники обещают, что в течение января вся информация, которая раньше собиралась отдельно районными исполнительными комитетами, будет перенесена в этот реестр. Для того, чтобы попасть в единый реестр пустующих домов, необходимо зайти на сайт eri2.nca.by и при авторизации выбрать вкладку «Войти как гость». Далее по фильтру можно выбрать интересующие параметры объектов. Это все на сегодня. Напоминаем, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно даже без необходимости устанавливать VPN. Не забывайте также поставить лайк этому видео, обязательно пишите комментарии. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ YouTube. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хорошего вечера и живи, Беларусь!